Добрый день! Сегодня мы продолжаем приемку оборудования, полученного вчера, и будем проводить входной контроль тех ящиков, которые еще не распаковали. Начинаем? Сейчас мы вскрываем ящик. Так, смотрим, что у нас здесь. Кабель питания, шнур USB. Проверяем, что все разъемы нормальные, и продолжаем распаковывать. Так, здесь уже поинтереснее. Это контроллер, предназначенный для управления тормозной машиной. Здесь к нему программное обеспечение, здесь сертификат калибровки. Этими документами попозже займемся. А вот это сам контроллер. Сейчас наше задание просмотреть, чтобы не было сколов на корпусе. Чтобы все разъемы были целы, чтобы контакты не были загнуты. Потом проверим заводские номера, пломбы, если они есть. Смотрим. Вот он, наклейка калибровки. Так, все вроде бы. Ну-ка, проверяем, что у нас. Кнопки звучат. Ну, считаю, нормально. Смотрим. С этой стороны ровненько, чистенько, углы не сколоты, все хорошо. Смотрим. Здесь уже интереснее. Так, это у нас разъемы для одного тормоза, для второго тормоза. Пины, все нормально. Так, заводской номер, все есть. Наименование модели тоже есть. Так, ну, внешних повреждений я не вижу. Смотрим следующее. Здесь тоже чистенько. Ну, и снизу, на мой взгляд, все нормально. Теперь мы должны проверить комплектность по документам. Проверяем, где он у нас здесь. Так, машина у нас уже была. Вот он, контроллер, одна штука. И продолжаем дальше. Так, это у нас, скорее всего, муфта, которая предназначена для крепления объекта контроля, то есть нашего двигателя, к валах нагрузочной машины. Вот так. О, он как запакован интересно. Ну, на мой взгляд, правильно. Само себе тяжелый. Чтобы не повредился. Смотрим. Вот такая у нас муфта. Причем она предназначена для вала с креплением с двумя шпонками. Вот они, два паза. Почему? Потому что у нас очень высокие крутищие моменты и уже без шпонок нам не удержать вал. Ну, остается его примерить и посмотреть, подходит или нет. Потому что всякое бывает. Отмечаем его также в документах. Так. Сама машина у нас уже получена. Источники питания тоже есть. Программное обеспечение. Мы его вскрыли, получили. Все. То есть мы входной контроль на этом завершаем. И я подписываю документы о том, что мы получили. И по комплектности они соответствуют и нас устраивают. Как-то так. Итак, мы завершили приемку оборудования. И у меня для зрителей вопрос. А что мы будем делать дальше? Присылайте свои комментарии. А ответ я сообщу в следующем видео. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин